Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Максим. Провидец и гений, гарантирующий свободу для всего мира. Как я обещал, мы поговорим о различных разработках и в скором времени попытаемся их повторить. Но для того, чтобы их повторить, вам потребуется инструмент, о котором я сегодня попытаюсь вам рассказать. Я расскажу, какую марку, на какой бренд обращать внимание, стоят ли они своих денег и вообще, что вам потребуется для самого начала. Ну и такая небольшая инсайдерская информация, которую я услышал буквально недавно. Если вы живете в городе Самара и вам интересно что-то поделать руками или увидеть меня вживую, я приглашаю вас в торговый центр Космопорт. Тут находится прекрасная компания Leroy Merlin, где мы, собственно, сейчас и находимся. Тут есть вот такая прекрасная зона, в которой мы можем увидеться, мы можем что-то обсудить и можем что-то сделать. Если у вас есть маленькие дети, тоже приходите, мы можем сделать и для них что-то и все такое. То бишь, если вам интересно, пишите мне на любые мои контакты, мы договоримся, созвонимся, и меня можно будет теперь увидеть. Пошла заставка! Ну и начнем мы, пожалуй, с ручного инспектора. Это будет самое простое, потому что все, что вам потребуется, это различные отвертки, как крестообразные, так и шлицевые. Берите разные, берите разные длины, разных марок. Качество не будет влиять, так как вы будете использовать их не так часто, чтобы это как-то критично повлияло. Дальше вам потребуются различные плоскогубцы и узкогубцы. Всего надо брать как минимум от двух. Дальше потребуются кусачки различные, различные зажимы, различные, допустим, еще разные ключи, допустим, газовые и другие, неважно. Канцелярские ножи, это очень важно. И молотки. Молотки я бы посоветовал обратить внимание на те, которые идут с деревянной ручкой, а не, допустим, просто с алюминиевой ручкой, которая крепится потом вот к башкам подобного типа, потому что дешевые образцы зачастую ломаются. А вот если взять, допустим, деревянную, то даже если она сломается, хоть она и более долговечная, тот же держать, и ручку можно легко починить, забив ее чуть поглубже. Вот такие вам, конечно, потребуются еще дополнительные накидные ключи. Это могут быть, опять же, такие разные марки. Много брать, в принципе, смысла нет. Вам потребуется от 6 до 12 диапазонам, но еще также советую взять трещотки. Потому что в некоторых труднодоступных местах, или, допустим, если придется быстро работать, то трещотка – незаменимый инструмент. Также вам понадобится ножок по металлу. В принципе, она работает не только по металлу, как вы понимаете, и можно резать пластик, ПВХ, и все-все-все другое. Это не важно. Главное, чтобы она у вас была, потому что это из разряда тех необходимых инструментов, которые потребуются 100%. Собственно, и на этом мы заканчиваем на ручном инструменте. Я предлагаю поговорить про электроинструмент. Начнем с того, что вам понадобится 100%. Это будут болгарки, та же угловая шлифмашина, или же дрели. Почему не шуруповерты? Из-за того, что, скорее всего, это будет ваш первый инструмент, шуруповерт, я не рекомендую брать. У него есть такая штука, как аккумулятор, а это, скажем так, резерв, который иссякается. То есть, если вы не будете им долго пользоваться, или вообще она будет у вас очень долго застаиваться, аккумулятор перестанет держать заряд, как это, скажем так, было бы изначально. И он, собственно, потеряет 50% того, чего нужно. Опять же таки, почему я не рекомендую брать для начала шуруповерт? Потому что есть разные ситуации, и в некоторых он не справляется. Да, он безумно классный. Переходя от дрели, вы вообще не понимаете, вот это вам не привычку, почему нет провода. Вы просто можете взять его и пойти куда-то. Вот это реально очень непривычное все такое. Но все-таки мощности его не так хватает. И за те деньги он стоит больше, чем, допустим, тот же хороший, хорошая дрель, но, допустим, проводная. Просто вам лучше взять, опять же таки, проводную дрель, допустим, вот как эту прекрасную макиту. Это очень классный инструмент, и одна из фич проверить, хорошая, ну, настоящая ли макита, это просто посмотреть на надпись. Если она будет на наклейке, значит, это 100% подделка, ее брать не стоит. Вообще, весь качественный инструмент и оригинальный инструмент, он делается с выштамповками. На это нужно обязательно обращать внимание. Если все-таки вам понравилось, допустим, это дело, вам понравилось что-то делать руками, то все-таки обязательно к покупке я рекомендую вот такой сверлильный станок. Это весьма классная штука, весьма большой диапазон тех же углов, всего очень классно. То есть, очень годная штука, которая стоит не так уж много, как бы я и сказал. Если вы все-таки будете заниматься чем-то по дереву, то, опять же таки, хочу порекомендовать вам взять циркулярную пилу. Опять же таки, вернемся к сверлилке. Если денег не так много, можно купить станину или стойку, они называются по-разному, для дрели. То бишь, это данная конструкция, в которой закрепляется ваша дрель, и она может работать по такому же принципу, опуская, ворочая, ворачивая. Будет там такая же платформа регулируемая, можно поставить на такую же платформу тиски. К сожалению, обороты не такие большие, если тут, перекинув, допустим, ремень, под этой коробочкой скрываете ремень и парочку шкивов, вы можете перекинуть обороты и сделать намного больше, чем у дрели, то, к сожалению, дрель не очень потянет. Но, опять же таки, дрель это гораздо профитнее. Вы можете сложить ее в чемоданчик, и она пролежит вам и прохранится достаточно долгое время. К покупке в России я рекомендую фирму Dexter, потому что это отечественная, скажем так, разработка, и с ней гораздо проще, она дешевле за счет того, что не требует растаможки и прочего. И в магазинах ее найти, обменять, если что, уладить какой-то вопрос намного проще. Поэтому смотрите, решайте сами. Дорогой инструмент профитнее в том, что он ведет себя стабильнее и лучше. То есть, работая дорогим инструментом, вы прям понимаете, и это легко. Вы работаете, допустим, сверните, пилите, неважно. Это работает все стабильно, все сразу понятно. В более дешевом варианте возникает очень много вопросов, потому что зачастую так бывает, что там не очень качественные переключатели. Сами, допустим, механические узлы могут сделать, сделаны из таких сплавов, что просто, ну, не знаешь, за что взяться, потому что там чуть ли не алюминий используется. И еще, если вы не особо разбираетесь в тех же фирмах, в тех же марках и прочем, я рекомендую брать инструмент по весу. Вот просто возьмите и перевесьте, допустим, ту же самую какую-то дешевенькую, и возьмите болгарку фирмы Devolt. Это очень классный инструмент, который не так давно имел пожизненную гарантию, но сейчас он с каких-то причин ее снял, и там, по-моему, сейчас 10 лет или что-то такого стоит гарантия, но не суть. Так вот, и возьмите по весу. Если инструмент весит очень мало, он прям такой пушистый, то, скорее всего, такой инструмент вам долго не прослужит, разве что вы будете резать что-то декоративное. Это пластик, там, может, всякий ПВХ, дерево. Да, дерево можно резать болгаркой, потому что производство сейчас не стоит на месте, и существует очень много всяких новых дисков классных, отрезных, и по тому же дереву есть и шлифовка, и все такое. Это вы, наверное, знаете и без меня. И, конечно, в принципе, в будущем можно закупаться любым другим электроинструментом. Это гравер, в первую очередь, и лобсик, потому что электроинструмента очень много не бывает, он всегда вам пригодится. Это очень и очень классная тема, которая реально вам зачастую пригодится в дальнейшем и облегчит работу, потому что зачастую, опять же, такие проекты складываются от того, что у вас есть. Например, вы желаете что-то сделать, вы смотрите на инструмент, который имеется, и часто у меня так бывало, что действительно я вот смотрю, что у меня есть сверлилка и токарка, и у меня прям возникает желание что-то, допустим, заточить, что-то засверлить или сделать какую-то такую штуку, которую я увидел в интернете и все на таком. Увы, но инструменты не дешевые. Но, как ни крути, деньги – это основа, и без них, собственно, никуда. По-настоящему зарабатывать можно только работая на себя, иначе просто зарабатывают на тебе, и я проверил это, сменив около десятки различных работ. Да, было и такое. Решением же является создание собственных бизнес-проектов и развитие предпринимательских качеств. Это очень важно в жизни. В этом вам поможет школа по развитию финансовых и предпринимательских навыков у школьников «Финик». Отличное место, рекомендую, переходите по ссылке в описании. Что же, а на этом все. Все, что я не рассказал, но вам стало интересно, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. С вами был Максим. Спасибо, приятного дня и до свидания. Собственно, и на этом мы заканчиваем на ручном инструменте. И я предлагаю поговорить про электроинструменты.